Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! И вначале коротко о том, что сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Взрыв и пожар. В одной из многоэтажек Каспийска произошла утечка газа. Дороги нет. После схода сели без транспортного сообщения остались 10 сел Сахурской долины. Как защитить молодежь от влияния экстремистской идеологии? О семинар-совещании, прошедшем накануне в Махачкале, расскажем в выпуске. Дагестанские борцы продолжают победное шествие на чемпионате России в Каспийске. Подробности очередного дня соревнований расскажут наши корреспонденты. В Каспийске госпитализирована женщина с ожогами в результате взрыва газа в многоэтажке. Дом, как сообщает ряд источников, был заселен частично. По пожарным расчетам огонь ликвидирован, разрушений нет. Причины происшедшего уточняются. Тем временем в республике продолжает расти печальная статистика тяжелых ДТП. В Хунзахском районе в результате опрокидывания автомобиля погиб 64-летний мужчина. Владелец Камаза не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Водитель скончался до приезда на место аварии бригады скорой помощи. Ряд населенных пунктов на юге Дагестана оказались отрезанными от внешнего мира. Недалеко от села Мики в Рутульском районе сошел селевой поток. Без транспортного сообщения остались 10 сел, расположенных вдоль Сахурской долины. Причиной чрезвычайной ситуации стали непрекращающиеся дожди. Как сообщает Дагавтодор, на месте проводятся работы по расчистке. Завершены они будут в ближайшие сутки. Как защитить молодежь от вовлечения в террористическую деятельность? Это стало главной темой Всероссийского семинара-совещания, которое прошло в Махачкале. Организатором мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования. На одной дискуссионной площадке собрались религиозные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкатарстана, Хакасии, Алтайского края, Якутии, Дальнего Востока и других регионов. Борьба с экстремизмом, терроризмом не прекращается. И Дагестан является для Дагестана, почему это актуально, именно здесь проводит, потому что Дагестан сам столкнулся с самыми тяжелыми последствиями по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поэтому мы решили здесь провести, и я считаю, что все регионы, которые приехали, здесь получат тот заряд, те знания, которые необходимы на современном этапе для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Радикализм, он имеет место быть исторически, во всех традиционных религиях. И в том числе и в исламе это было, в эпоху раннего Средневековья, позднего Средневековья. Но богословы смогли выработать отповедь этому радикализму, то есть они предложили идеологические ключи для того, чтобы бороться с радикализмом. А дальше уже органы госвласти приводили эти меры в исполнение. Сегодня мы стоим перед такими же задачами, слава богу, что ситуация стабильная в стране, но ее и нужно поддерживать на таком высоком, хорошем уровне. Название семинара совещания обозначает и его главные цели. Это развитие и укрепление общероссийской идентичности организации взаимодействия с органами власти субъектов России по проблемам противодействия идеологии, экстремизма и терроризма. Участники круглого стола в течение двух дней рассмотрели вопросы и предложения по данной тематике. Бесплатный мастер-класс по детским стрижкам для самозанятых прошел в Махачкале. Мероприятие проводится при поддержке центра «Мой бизнес». Услуги предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря программе более 60 начинающих парикмахеров смогли повысить свою квалификацию. У нас больше заинтересованности в том, чтобы мы развивали это направление и больше мастеров узнали, как правильно работать с клиентом, как правильно делать стрижки, как подобрать для каждого ребенка определенную стрижку. О том, как правильно найти подход к ребенку, как учитывать психологические аспекты работы не только с детьми, но и с их родителями, потому что в этой сфере это, наверное, если не самое важное, то очень важная часть, которая определяет исход стрижки. Обучение проводят мастера детского барбершопа «Бейверли Кидс». Занятия проходят по двум направлениям – детские стрижки для мальчиков и косоплетения для девочек. Каждый поток включает как теоретическую, так и практическую часть. Так как я работаю именно в сфере детского салона, именно с детьми, отличается она тем, что нужно найти подход к ребенку. Нужно расположить ребенка к себе, максимум быть сосредоточенной на том, что ребенок уязвимый, поэтому она затрагивает больше внимания, больше сосредоточенности, чем нежели со взрослыми. Я учу не просто подстричь ребенка и отпустить, а то, как заиграть его, завлечь его, так, чтобы ребенок тянулся, чтобы ребенок тянулся, ему со мной было весело, в играющей форме проходила наша стрижка. Дагестанские борцы продолжают победное шествие на чемпионате России в Каспийске. В третий день турнира к золотым медалям Заура Угуева и Шамиля Мамедова добавилась награда в высшие пробы Абазгаджи Магомедова. Один из любимцев публики получил не только чемпионский пояс, но и солидные денежные призовые. Подробнее Курбан Рагимов. Финал весовой категории до 61 килограмма держал зрителей в напряжении все 6 минут. А по-другому в хасавертовском дерби и быть не могло. Золото в схватке с чемпионом мира и Европы Абазгаджи Магомедовым оспаривал Муслим Мехтиханов. Их предыдущая встреча прошла не в пользу титулованного Магомедова, и здесь ему тяжело давалась каждая атака в борьбе с неуступчивым соперником. Однако права на ошибку уже не было. Абазгаджи выигрывает чемпионат страны в четвертый раз. Спасибо за поздравление. Да, очень принципиальная схватка была, потому что я последний раз ему на Рейском проиграл. И очень сильно хотел доказать всем, кто меня не верил, кто настоящий лидер на Штат-1. И после одного старта все начали меня списывать, но я им доказал, что они ошибаются. Я только начинаю свой путь. И в первую очередь мой отец смотрел, и его очень сильно хотел обрадовать. А так все старшие братья, дяди, все родственники, все болельщики. Это все благодаря им. Если их не было бы такой чемпионат России, таким ярким не было бы тут. В первую очередь спасибо болельщикам, что они пришли, поддержали нас. Это нам очень приятно. Особенно приятно дома выиграть чемпионат России. Яркий атакующий стиль Аббаса понравился Исламу Махачеву. Чемпион UFC и другие спонсоры решили поощрить обладателя золотой медали. Сумма премии перевалила за миллион рублей. Да, он очень вязкий, красочная борьба. У него есть коронный прием, который все знают, но он его всем делает. Это мне нравится, что он до такой степени довел, что никто не может очниться. Но предполагал, что он станет чемпионом. Хотя последнюю схватку он проиграл финалисту Мехтиханову. Ну, была красивая борьба. Разницы нету, я просто выбрал 61. Кто бы не выиграл, я собирался наградить. Да, очень красочная борьба. Проведен, я думаю, на высшем уровне. Столько людей пришли, это вообще, думаю, праздник для республики. В весе до 84 килограммов хозяева ковра остались без финалистов. Только Магомад Дибиргаджиев выиграл бронзу. Также третьим стал и Денислан Тахтаров. Так, дагестанская сборная упрочила свое лидерство в общем зачете. Пока у нас три золота из пяти возможных. Впереди еще пять весовых категорий. Из 10 баллов я бы дал 9 баллов. Очень неплохо, потому что конкуренция тоже в каждом весе есть. Но все равно наши борцы явно лидируют. Ну, я из 10 9 баллов дал бы. Были, конечно, моменты, где можно было и 10 дать. Но чуть-чуть были, ошибки были, да. Все впереди. В четвертый день турнира на золото в своих весах претендует еще двое наших борцов. Это Аманула Гаджимагомедов, который сотворил пока главную сенсацию, остановив призеры Олимпиады Артура Найфонова и Тажудин Мухтаров. Итоги чемпионата России подведут в субботу. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. Приятных вам выходных, хороших вам новостей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин